здравствуйте сегодня я буду сеять землянику когда пришло время как-то обозвать мою страничку мне очень хотелось цветочки лютики лютики цветочки потому что огород и цветочки но youtube сказал нет есть такое название ну тогда какой-нибудь урожайный огород такое название тоже уже есть и предложил youtube чай в прикуску я говорю как чай в прикуску почему чай в прикуску и с чем чай в прикуску ну например с баранками ну раз чай прикуску значит прикуску заварим сейчас чая чайник я ошпарила я кладу туда чайную ложку сахара 3 чайные ложки ферментированного иван чая который собрали и приготовили мы сами теперь это все залью кипятком я думаю получится хороший букет скажем так и пока это все уберем в сторону на закроем салфеткой пусть он заваривается ну а теперь будем сеять землянику у у меня на даче на огороде уже растет земляника сорт александра и рюген и этой земляники уже 12 13 лет опытные садоводы говорят что землянику лучше обновлять каждые 2-3 года а вот моя земляника 12 13 лет и дает очень хороший урожай значит весной я с ней поступаю так если у меня получится то я в конце видео выложу фотографию после первой обработки моей земляники в общем я вилами выкапываю все кусты обрезаю у них корни и обрезаю вверх выбираю всю сушь делю грядку на три полосы длинных нынче буду на две делить потому что средний ряд она разрастается очень сильно средний ряд неудобно собирать и высаживаю заново эти чищенные кусты в грядку очень быстро земляника идет в рост я ее подкармливаю и собираю очень хороший урожай 6 метровой грядки где она посажена 20 кустов 3 ряда это значит 60 кустов в семнадцатом году с такой грядки 6 метровой я собрала 15 литров земляники вот еще у меня там есть земляника вот это пакетик уже использованы барон солимахер эту землянику сажала первый раз прошлый год рассаду выращивала в феврале и в марте все получилось она со средины лета также очень хорошо плодоносила и до морозов если бы ее закрыть тряпкой лутросилом то она очень долго ну весь сентябрь практически замерзали даже цветы и ягоды когда начались первые морозы вот если ее закрыть то можно продлить период плодоношения а сейчас я буду сажать землянику так это руяна но просто разные фирмы элита и русский огород так руяна ремонтантный сорт средней силы роста но я все тут читать не буду ягоды массой 45 грамм и сорт пригоден для горшечной культуры это тоже немаловажно можно кто если хочет вырастить дома то тоже вполне возможно это сделать а вот земляника душистая лукошка согласитесь она очень красивая даже на картинке аппетитная посев возможен с февраля по июль и вот здесь я может быть расскажу какую-то коротенькую историю или даже открою какой-то свой секретик когда я собираю землянику я иногда под кустами вижу хорошие крепкие маленькие земляничные кустики я сначала и не поверила что это земляничные кустики думала это такие сорнячки похожие на земляничку а оказалось что это падают переспевшие ягоды и земляничка сама без всяких усилий без всяких моих без всякой моей помощи вырастает целыми кустиками земляника так что можно вырастить землянику в феврале в марте на рассаду а можно ее получить безрассадным способом прямо на даче и нынче я собрала все переспевшие и подгнившие даже ягоды я их не сушила чтобы взять семена а я их все в отдельный лоточек закопала в землю и надеюсь они сейчас стоят промораживаются там остались и надеюсь что весной я их полью теплой водичкой закрою или просто поставлю в теплицу и надеюсь что там у меня будут кустики вот ну а нынче я тоже хочу обновить что-то хочу чтобы было больше этой земляники и сейчас я буду сажать вот эти два сорта руяна и душистая лукошка это обе землянички мелкоплодные на масляной неделе мы себе позволили съесть эклерчики они были вот в таких удобных лоточках эклерчики мы съели и посадим в эти лоточки землянику вот здесь у меня кухонные прибамбасы так все-таки вот так я сделаю вот так дорожки хорошо утопчу земельку вот так вот вот так чтобы семена не провалились глубоко вот так я хорошо утопчу огородным делам меня никто не учил просто наверное лет с пяти с семи мы жили в деревне и я уже в огороде полола морковку огурчики и как-то все приходило само собой и мама нас не учила просто мы видели как делает она вот сделала я такие бороздки сейчас я вот так рассею семена и даже не по одному семечку а может быть даже и кучками земляника вообще любит загущенность так я поняла вот у меня земля влажная вот так я ее посею так вот так вот так вот так вот так вот посеяла если землянику так теперь я ее слегка слегка взбрызну талой снежной водой никакой не перекисью не барганцовкой не корневином не фидоспорином а простой талой водой вот так достаточно это можно конечно закрыть лутра силам чтобы не было лишней сырости но у меня крышечка не плотно я буду проветривать изредка значит вот фили бейкер чуть ли не фрекенбокен если будем есть много эклерчиков то будем как фрекенбокен значит я вот так это закрываю и ставлю на подоконник прорастают семена на свету все это все знают ставлю я их на подоконник на прорастание буду слегка их проветривать открывать увлажнять и буду ждать сходов а земляничку да я посадила в несколько этапов у меня уже есть земляничка которая проросла вот она в клеточке из-под яиц тоже все очень удобно посадила закрыла если надо проветривать и выросла открыла так у меня здесь уже есть дружные всходики где то есть где то нет ну дружные всходики значит и и как раз пора полить я беру снова свою талую водичку но поливать я ее буду очень очень осторожно потому что семена какие-то взошли а какие-то семена еще не взошли и корнями они за земельку держатся слабо их можно подмыть поэтому я и буду вот так поливать очень очень осторожно вот так чтобы не подмыть это очень важно можно еще из лечки какую делают сами в бутылку вставляет трубочку и поливает вот я их полила закрыла и убираю в сторону так у меня тут еще один секретик вот стоит у меня ложка со снегом на прогулку ходили и принесли снега значит это растает у меня и завтра будет тала вода для полива комнатных цветов и для полива моей рассады а еще здесь у меня несколько веточек елки и сосны это я сейчас лягу спать это будет стоять в комнате на столе и будет пахнуть и хвоей и снежная вода будет давать такую свежий снег будет таять и будет свежий свежий воздух а еще я сейчас не приготовила еще и делаю так сюда ставлю плошечку маленькую в нее кладу снег и на снег капаю несколько капель эфирного масла какого-нибудь пихтового если нет аллергии и оно не попадает в эту воду оно рядышком стоит и в общем хороший аромат и хороший сон получается вот так так что можно взять это на заметочку я думаю я не учу просто это и так делаю я так а теперь пожалуй я себе наверное чай он уже заварился вот вот чай иван чай а смотрите какой он насыщенный темный потому что он ферментированный если бы я положила побольше заварочки и и заварила потом подольше вообще его нужно заваривать но от пяти минут десять минут и этот чай в отличие от того из из пачек чая можно настаивать долго чем дольше настаиваешь тем больше он отдает вкусовых и полезных своих качеств вот вот так вот все кто заглянули или кто заглянет случайно на мой огонек я вас приглашаю со мной попить чаю чай на самом деле вкусный даже без сахара и не пахнет никакой травой нет привкуса травы есть привкус чая конечно своеобразного но вкус чая букет это очень полезный и целебный чай ну вот наверно пока и все пусть всходит моя земляничка и таким же способом как зашла моя земляничка которую я обнаружила случайно прошлый год я таким же способом вырастила очень хорошую помидорку стала ковыряться в своей теплице в то время уже как раз была вынесена рассада помидорная помидорная и смотрю сидит крепкая помидорка сантиметров такая 5 толстенькая мохнатенькая лохматенькая я ее быстренько в стаканчик в отдельный и что вы думаете моя помидорка догнала всю мою рассаду дала урожай и он поспел к 17 августа поспел на ней урожай я сажаю у нас лето короткое я сажаю помидоры скороспелые в общем не могу сказать какого сорта эта помидорка выросла потому что она выросла сама но она догнала всю рассаду и дала хороший урожай и еще сажали лет шесть назад в теплице физалис фруктовый ягодный который дает коробочки и потом он желтеет его можно варить варенье можно его мариновать можно его добавлять в огурчики в помидорчики так вот шесть лет я физалис больше не сажаю он выходит сам мы теплицу перекапываем она каждый год промораживается но физалис все всходит и всходит сам как сорняк я его уже вы выпалываю и кладу в компост так что нужно пробовать экспериментировать оказывается семена многих культур лежат всю зиму в земле а потом сходят и радует нас урожаем ну теперь уже точно все так оператор я плохой всем всего доброго и всем пока пока так Продолжение следует...